Отношения России и Турции всегда были неоднозначными. С одной стороны, государства поддерживали довольно выгодные торговые отношения на протяжении нескольких столетий. С другой, Османская империя неоднократно поддерживала противников России. За всю историю существования двух держав между ними произошло 13 войн. 8 из них в целом были успешны для России. Однако времена меняются, и сейчас страны активно сотрудничают. В основном, это связано с экономической сферой. Помимо этого, главы государств достаточно часто проводят переговоры как по телефону, так и в очном формате. Сейчас большинство стран Запада ввели в отношении России различного рода санкции. Турция напрямую в этих санкциях не задействована, и поэтому очень многие торговые операции Россия имеет возможность реализовывать именно через Турцию. Один из лидеров предвыборной гонки – лидер партии Мухарем Инже. Накануне заявил, что планирует выстроить с Россией более крепкие и доверительные отношения, увеличить товарооборот между Турцией и Россией. Также он отметил, что для государства особенно важны туризм и энергоресурсы. Действительно, в мае нынешнего года должны состояться выборы в Турции. Как говорят эксперты, выборы будут достаточно сложными, поскольку в выборах принимает участие большое количество партий, более 30 партий там принимает участие. В том числе, конечно, участвует и нынешний президент Турции Эрдоган, и его партия, партия справедливости и развития. Президентские и парламентские выборы в Турции назначены на 14 мая. Второй тур выборов пройдет 28 мая, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов. На пост президента страны баллотируется действующий президент Реджеп Эрдоган, Кемаль Кылыч-Дароглу, Синан Оган, а также лидер партии Мухарем Инджем. Вероника Гемранова, Универ Ньюз.